Все, залип. Видно же, да? Залип. Ну, любители физики, попробуйте как-то по-другому объяснить. Я не знаю, если у вас получится. Вот я подношу потихонечку, потихонечку. Вот ведь развернулся. Все. Так пошел. Все. Ну что? Я думаю, все очень красноречиво. По-прежнему остаюсь при своем мнении. Электростатического поля в природе не существует. Что такое магнитное поле, мы до сих пор не знаем. Мы как бы видим в визуализации вот этих экспериментов, что оно как бы есть. Но как это работает, нам предстоит все это изучать еще. Спасибо за внимание. Что же, вот такие в совке физики ядерщики. Похоже, других у вас нет. Остальные свалили. Чем он отличается от того Сани Назара? Главные маркеры тупость, примитивность и тормознутость. Ну и самая-самая абсолютная некорректность совершаемых действий. И в этом заключаются некоторые нюансы. Предвзятость и преднамеренность. Тут вообще зашкаливает. И они перемешиваются друг с другом. Все, что он пытается делать, он это делает предвзято. Потому что стремится к тому, что ему нужно достичь его заветной цели. Он себе что-то навыдумал. И теперь ему надо это реализовывать. Как? Практически надо показать, доказать, чтобы уже все было железно. Но кроме самой преднамеренности еще есть проблема другая. Вот все эти научные деятели, которые столько лет пытаются что-то делать, показывать, доказывать, они делают все эти опыты измерения, проверки, испытания весьма некорректно. В подавляющем большинстве случаев, и я вам уже не раз это доказывал и показывал, что сплошная некорректность действий. То есть все собирается так для испытаний и проверок, что результат может быть сыршен, но не тот, который должен быть. А они уже ошибочно делают соответствующие выводы. вот как и наш персонаж в таком же случае так же и происходит. То есть абсолютная некорректность и абсолютная преднамеренность. Ну будем исправлять раз такое дело. Значит вот у меня несколько побогаче будет, чем у этого ядерного бомжика. То, что если бы я сюда все поставил и аккумуляторы и батарейки, места бы не хватило. Поэтому я так немножко показываю. Вот к примеру какие у меня сборки есть, которые я могу себе позволить. Вот 30 аккумуляторов по 19 ватт. Тут полкиловатта на 12 вольт. Это у меня вот такое резервное питание на случае отключения или что. Потому что у меня как я уже рассказывал освещение полностью на светодиодах и разведено на 12 вольт по всему дому. В случае чего вот резервное питание. Причем еще такая же сборка рядом стоит. Вот 100 амперный разъем. Заводить можно автомобили. У меня дизель иногда бывает. Нет нет да приходится заводить. Вот подумайте тот же ноутбук сколько может проработать от него. Ну сейчас мы этим пользоваться будем. Я так хвастаюсь. Вот пример вы видите вот это все у меня в огромных количествах и я постоянно с этим занимаюсь как видите куча проводов у меня фактически все приборы оборудование часы типа такого вот такого все на аккумуляторах все переведено на аккумуляторе вот знаете что такая игрушка есть вот и даже тут аккумуляторы так что у меня тут это все для меня самое обычное явление в отличие от некоторых аборигенов ну и вот значит будет у нас участвовать профессиональный компас ну и игрушечка такая это так чисто для этого ну профессиональный вот я даже снял с него оптический прицел ему правда больше 20 лет я когда-то в польше его покупал и почти не пользовался но немножко может тормозить тем не менее значит вот в отличие опять же от оппонента у меня есть специальный приборчик для измерения всех этих батареек аккумуляторов и еще множество всяких как я вам уже показывал магнитов но вот применять будут только вот из них несколько так как другие слишком сильные особенно неодимовые магниты есть такие которые вот как видите вот мир этот действует уже на метр есть еще сильнее которые вообще больше чем на метр действует поэтому я все отложил подальше и что к этому еще добавлю вот это кусок металлического метеорита мне его когда-то подарили он чем отличается от обычного металла тем что он магнитится причем очень сильно магнитится он магнитится сильнее чем например вот эти подложки которые применяются в твердых дисках и вот то что мы снимаем их вот к примеру как тут магнит и подложка нужно отделить магнитится очень хорошо но не намагничивается это я его использую как эталон когда мне надо с магнитами такое делать и чтобы он обязательно был не намагниченный потому что все остальное более-менее так или иначе но магнитится вот например стальная пластиночка специальная сейчас она не намагничена но если приложить к ней хороший магнит она будет полюсовать есть такая же другая значит участвовать будут в замерах вот этот вот этот магнит они помягче не так сильно действуют поэтому я тоже талисман реликвия более 30 лет назад это в 86 году я его использовал на своем изобретении у спицы должны знать что это магнит который применяется в отклоняющих системах кинескопов это у нас на заводе где был цех сборки дисплеев это для отклоняющей системы вот когда я разрабатывал срочно одно из своих изобретений вот пошел туда в цех взял жменьку вот таких вот магнитиков и через пару дней у меня уже был готовый двигатель и потом он серию пошел с точно с такими же магнитиками даже не меняли значит то что у нас сейчас имеется измеритель батарейки аккумуляторы в отличие от него разнообразие значительно большое есть и новые есть и бушные есть и разряженные есть и заряженные всякие специально брал так чтобы было разнообразие и вот у нас есть компас который нам что-то будет показывать и вот что нам этот чудик показал что у него есть разряженные батарейки которые не магнитятся то есть там нету каких-то электронов фотонов и тому подобные лабуды и поэтому от них толку мало вот будем проверять вот это у нас аккумулятор левый но это тоже не имеет значения вот видите вот он все по идее должен быть заряд проверим точно заряжен 3.8 ладно магнитится и заряжены смотрим тут тоже правда есть одна странность как вам эта странность ничего не заметили это же у нас плюс и тут плюс а что происходит странно правда может что-нибудь связано с хитрой смотрим нет он ноль вообще даже не разряженный просто в ноль но показывает также только наоборот тоже что-то показывает магнит тоже ноль вот это у нас нули с магнитами это ладно посмотрим тоже ну еле-еле шевелится этот как тоже еле да у меня этот приборчик немножко зашунтирован я специально туда шунты вовнутрь поставил чтобы он хотя бы по 5-10 миллиампер давала нагрузку так будет правильнее ну вот он разряженный аккумулятор но живой хотя слабенький возьмем к примеру вот это что шевелится даже пытается убираем тонн ноль шевелится шевелится но ноль этот сразу проверим ну почти нормальный ну и что-то там типа магнитится берем следующие батарейки это было все аккумуляторы вот это батарейки вот какие-то у нас левые непонятные но тем не менее ноль ну никак проверяем живые ну почти там чуть-чуть разряженные но живой ноль ноль тоже живой а этот как шевелится да только опять перепутано что-то тут минус а тут плюс почти живой ну какие возьмем вот эти это тоже маленький аккумулятор есть что ведь опыты должны быть корректные надо проверять все и как можно разнообразнее смотрим вполне заряженный нормальный аккумулятор но почти ничего от них толку нет 1.25 что возьмем еще батарейки ноль 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 ну да слабенькие вроде как почти разряженные ладно у нас есть вообще в упаковке новое специально приобрел для этого случая проверяем ничего не шевелится чуть-чуть зашевелилось кто-то такое дергается но слабо открываем может они давным-давно того я даже не знаю нет живые новьем абсолютное та же картина практически не магнитится но почему-то полные как-то не совпадает с действительностью так открываем эти уже проверял на веру муха не сидело то же самое какие выводы даже не знаю ну и что-то там у него магнитится не магнитится да тут так проходит так проходит подвесим мы вот этот магнитик теперь пусть он у нас висит а мы будем проверять крутится что-нибудь нет ничего не крутится не хочет возьмем побольше нет что-то ему не интересно возьмем то что у нас зарабатывало вот такое веселое буду ставить оперничитель чтобы не прилипало развернулось видите раз и развернулось плюс а там минус а теперь так как видите минус хотя тут плюс все по-честному какие-то странности уже ну вот это не реагирует попробуем варту нет не реагирует здесь тоже не реагирует нет что-то зашевелилось ну как-то странно там шевелится там не шевелится смотрим ничего а вроде шевелится хорошо работает наверное полная нет 0 что загадка такая странная теперь еще кое-что посмотрим вот у нас магнит и вот у нас батарейка еще то эта батарейка не липнет вот никак берем другую все нормально странно правда какие у нас странности эти липнут а эти не липнут вот такие анекдоты оказывается у производителя одни батарейки у них магнитные другие не магнитные но ток дают все до конца ладно что-нибудь будем думать так у нас было вот эта батарейка типа правильная да вот она заряженная видите как четко все показывает работает минус плюс ну а теперь попробуем пошаманить так это у нас плюс а что происходит почему она отвернулась а что случилось может разрядилась перезарядилась да нет все в порядке как было так и осталось а тут проверим да что что-то с батарейкой произошло точнее с аккумулятором ладно ну что посмотрим теперь не понял а что случилось а что она молчит что происходит что происходит ребята никак не реагирует сдохла что ли проверяем нет все в порядке но заряды куда-то сбежали или там что у него фотоны ладно долго не буду мучить потому что это длительное время все так как надо еще добить до конца восстановить статическое электричество и просто электричество а не какие-то магнитные фотоны поэтому понятно сразу должно быть вам что не имеет значения заряженный аккумулятор или батарейкой а разряженная абсолютно ни к какому магнитному взаимодействию это не относится всего-навсего есть такая простая разгадка на заводе изготовители где этот лопух никогда не был вероятнее всего стоят конвейеры автоматически и вот когда есть какое-то изделие с магнитными свойствами с возможностью примагнититься на конвейер устанавливают специальные магнитные дорожки чтобы вот так поставил ее и поток этих батареек плывет с одного места в другое соответственно они намагничиваются есть у одних есть конвейеры одного типа у других есть другого типа где-то намагничивается где-то не намагничивается мало того вот например как я пользуюсь иногда вот например надо мне зарядить вот такой аккумулятор а как его подключить кроватку искать где-то тоже не очень удобно что мы обычно делаем берем вот так вот магниты и соединяем все контакт есть естественно она намагнитится и вот абсолютно никакого значения не имеет в каком магнитном состоянии находится питающая игрушка абсолютно никакого нету там никаких внутренних у нее магнитных свойств каких-то фотонов которые там куда-то бегают и как-то друг другом взаимодействуют это все есть электричество причем самое настоящее то что я вам показал в предыдущих опытах с батарейками и намагниченностью это конечно все еще мелочи и не самое главное главное будет сейчас конечно понятно что вот этот маразм который он проявил когда пытался подменить понятие взаимодействия какой-то заряженности батареек и намагниченности и пытаться это все как-то увязать в одно ну бурная фантазия и очень воспаленная тем не менее понятно что это просто пустышка и весьма сильное искажение результатов и вообще самого опыта но самое неприятное в этом всем что этот супер атомщик пытался подменить понятие статического электричества ну я правда не совсем правильно считаю что это название статическое электричество ну пускай так будет по традиционному я считаю что это первичное состояние энергии то есть энергия которую мы принимаем за статическое электричество и вот то что одежда липнет и все вокруг волосы малейшее проявление то есть какая-то материя шелк например перемещается с одного места на другое и уже мы чувствуем своими волосиками вот как это все происходит прямо вживую на себе это есть первичное состояние энергии и оно потом легко переходит в другие состояния и вот эти другие состояния я уже сколько вам показывал самых различных опытов демонстрации и вот я то что сделал вот эти все индикаторы это индикаторы статики и как динамической так и статической статики то есть статической энергии вот даже вот я вам показывал и вот такой специализированный индикатор вот это все я сейчас не буду конечно этим заниматься но вот я вам это все уже показывал и вот все это работало в демонстрациях и доказывало про статическое электричество или первичное состояние энергии вот существуют еще такие индикаторы которые мы затронем вот такие и как видите я подвесил вот это медная проволочка это иголка намагниченная ну это зубочистка это металлическая пластиночка слегка намагничена и иголка ненамагниченная вот я могу вам показать значит на своем эталоне вот сейчас видите она будет пытаться меня поймать ну еще то что малейшие резкие движения они вызывают здесь воздушные волны и соответственно немножко тут все это может немножко быть некорректным но вы должны это понимать как видите естественно никакого проявления зубочистка не может на металл никак реагировать вот это будет немножко реагировать и как видите иголка тоже никак не реагирует то есть нету в ней намагниченности как и в этом кусочке теперь тут проверяем вот у меня магнит и вот у нас медная проволочка как видите никакого взаимодействия с магнитом и проволочкой нету но зато вот это уже бесится и вот я поворачиваю вот смотрите поворачиваю так и поворачиваю так у нас компас тут сами видите тоже ничего тут конечно будет магнититься но опять же так как она слегка намагничена то как-то пытается реагировать уже как полумагнит видите раз развернулась тоже так но она слабо намагничена это иголка металлическая конечно будет пытаться реагировать на магнит ну все это очень так практически в варианте погрешности так вот он вам показывал там что-то что-то там натирал какие-то линейки ну я линейки натирать не буду буду попроще как-то тем более что вот именно что когда он натирал он естественно вызывал статическую напряженность того материала или пластика диэлектрика вот у меня диэлектрики и вот такие вот индикаторы как видите опять же вот я подвожу оно никак не реагирует только сама иголка тут бесится из-за того что все-таки где-то магниты ее пытается вот и север-юг как-то скорректирует но тем не менее она тут никак не реагирует вот на это то же самое деревяшка и это никак и это никак ну и конечно это никак и кстати тут есть у этого профессионального компаса есть разница между тем компасом и этим в том компасе стрелка идет просто отдельно она сама по себе то есть одна стрелка и все это ее большой недостаток но этот недостаток этот перец очень хорошо для себя использовал так вот в чем дело показываю ладно возьму с этого начну вот смотрите всего на всего вообще ничего да делаем вот так и все видите что уже делает она уже прилипает пошло взаимодействие магнитное то есть я здесь создал статическую напряженность и эта статическая напряженность пошла действовать вот на свободно подвешенные предметы и независимо то ли это металл то ли это не металл то ли намагничено то ли не намагничено оно все будет пытаться липнуть и будет липнуть именно костриям то есть как бы я вот чего не делал но оно будет пытаться выйти на тонкую сторону это и есть особенность статического электричества оно будет всегда пытаться концентрироваться вот на именно на остриях поэтому этому принципу и построены все эти энергетические сооружения где обязательно сверху находится шпиль или по крайней мере несколько шпилей вот то же самое видите как бы я чего не делал а оно все оно будет пытаться до острия добраться развернуть и не имеет значения какое это острие южное северное плюсовое минусовое никакого значения это не имеет главное что это острие кстати я вот когда в своих энергопосохах вам рассказываю про конструкцию я вам обязательно говорю закруглять вот эти вот края в излучателях потому что когда энергия излучается на этой фольге чтобы она равномерно излучалась и не уходила вот на эти заостренные места надо их обязательно округлять вот видите даже вот тут у меня округлено именно вот по этой причине что было излучение равномерное равномерное по всей длине а никуда не убегало вот такие можно было индикаторы применять но я сейчас не буду потому что это тоже затянет все но вот хочу обратить внимание вот это опилки пластиковые отходы от моего производства и вот смотрите вот оно само собой в мешочке складывается само это я не специально делал то есть вот тут крупные тут помельче а тут вообще пыль и вот почему это так происходит ну для вас вопрос на будущее я это все раскрою и вот теперь это видите вот оно не намагничено так сказать ну по словам этого перца атомщика вот части намагничено стоит мне сделать вот так и поплыло видите как оно уже начинает растопырку все липнуть и сразу конечно вот происходит вот такое же потому что мы создали здесь статическую напряженность энергетическую точнее и вот получается что если мы поднесем вот это к компасу моему он не реагирует так как реагировало у него а почему да вот именно потому что у него тот компас был просто стрелкой и соответственно как вот я вам показал любая стрелка независимо от ее состояния то ли металл то ли диэлектрик она будет пытаться на эту статику реагировать острием поэтому у него и поворачивается на его линейке диэлектрические которые он натирает так упорно вот именно эта стрелка а у меня не реагирует потому что те производители которые создают эти компасы они знают что вот такая проблема есть и чтобы случайно например вы находитесь в какой-то одежде ну или в каком-то напряженном месте где статическое электричество сильно влияет на компас и конечно она будет искажать результаты но если эту стрелку разместить вот на такой диэлектрический круг вот сейчас здесь вот типа огар стекла и кружок вы видите на вот он то соответственно приближая любое статическое тело или что у нас тут есть реагировать компас на это не будет вот такая вот история и это вот опять про корректность всех опытов и испытаний то есть настолько у него все некорректно и настолько он все переворачивает и придумывает что только вот удивляешься его воспалению мозга вот такие индикаторы существуют у меня например вот я пользуюсь этим всем это вот не то что я вам тут сейчас решил показать вот этим я постоянно пользуюсь вот те которые индикаторы я сам разработал сделал и вам показывал сколько раз даже вот такая вот традиционная штучка она тоже работает и с ней тоже я работаю вот примеру сейчас у меня берем вот такой пластиковый предмет ну эти практически нету никакой реакции хотя это побольше чем вот такие штучки ленточки тут из-за того что я шевелюсь видите они немножко туда-сюда двигаются но видно что ничего а теперь я делаю вот так не надо мне ее натирать там как он по полчаса там что-то делает нехорошее и видите что происходит тут же все понеслось резко все зашевелилось забурлило но стрелка реагировать не будет потому что она сделана правильно и видите вот оно все пытается кончиками какой бы мы предмет не взяли он все равно будет пытаться вот соприкоснуться с этой напряженностью которую я здесь создал статическую вот сейчас я попытаюсь его снять вот видите уже перестало почти реагировать и даже теперь вот заметьте это тоже вот такой эффект когда вот идет перераспределение энергии статических происходит теперь уже отталкивание вот вот это вот тоже но это сейчас не предмет разговора это уже когда может я буду следующие делать выпуски по статическому по статической энергии то буду объяснять почему-то так происходит вот видите вот сейчас не реагирует так не реагирует делаем вот так и как видите вот понеслась и вот это есть проявление статичной энергии кстати для тех кто живет 21 веке существует мобильники в которых все имеется и компас и гироскоп и так далее все что нужно для жизни на сегодняшний день и все это можно проверить прямо на мобильнике но видать бомжи атомщики как-то еще до этого не доросли многое я вам что не показал что хотел но что сделаешь очень много времени на все надо одно могу сказать что в мире существует слишком много различных марзматиков которые живут в каком-то своем диком мире или не понимают что они делают или делают специально так чтобы еще больше запутать тех которые в этом не особо понимают да и всегда хайп присутствовал везде и всюду кто-то на этом делал деньги кто-то на этом делал славу и вот на всем этом лжи и обмане мы сейчас существуем так что старайтесь анализировать проверять перепроверять все ну а я в будущем постараюсь что-то еще показать все всем до свидания что-то что-то что-то